На прошлой неделе юным жителям Лобни вручили первые паспорта. Какое отношение к этому событию имеет царь Петр I, расскажет Анна Рождественская. В торжественном зале собрались юные лобнинцы и их родители. Для молодых людей настал один из самых волнительных моментов в жизни. Сегодня они получают паспорт гражданина Российской Федерации. Я желаю сегодня тем молодым людям, кто получил первый паспорт, первый серьезный взрослый документ, конечно быть достойными гражданами нашей большой любимой России, любить свой город, любить Подмосковье, любить свою страну и конечно всегда делать только хорошие добрые дела. Максим Константинов, ученик девятой школы, увлекается историей. В этом году он занял третье место в исторической олимпиаде. Особый интерес у Максима вызывает эпоха Петра I. Петр I очень развил нашу страну хорошо, то есть открыл окно в Европу, построил флот нам, укрепил армию. Символично, что именно Петр Алексеевич ввел и первые внутренние паспорта на Руси. Документ, удостоверяющий личность, представлял собой так называемое пропускное письмо, в котором были описаны внешние приметы человека. Елизавета Лукьянского, ученица десятой школы, рассказала, что изучила советские документы своих родных. Я перед получением паспорта как раз просила показать там всякие военные билеты, паспорта старые. Очень интересно, как менялись документы с временем. Перед торжественной церемонией многие родители рассказывали своим детям о том, как сами получали паспорта. Поделился приятными воспоминаниями об этом событии и депутат Андрей Иванов. У нас много получали торжественный паспорт, значок нам вручили очень красивый и такую книжицу, памятку о советском паспорте. Она у меня до сих пор хранится, она очень такая тоже красивая, как память. Паспорта, конечно, уже советского нет, но вот воспоминания эти остались. Первый паспорт открывает для подростков новые возможности. Например, теперь молодые люди могут оформить регистрацию и жить отдельно от родителей. Трудоустроиться на легкие работы, а также самостоятельно распоряжаться своими денежными накоплениями. С помощью паспорта можно сделать себе карту какую-нибудь, банковскую, Сбербанк, виза, мастер-карту, что угодно. Под аплодисменты присутствующих ребятам вручили паспорта, подарили Конституцию Российской Федерации и памятные подарки. Ариана Зинатулина, участница творческого центра «Новый ритм», исполнила песню детства. По завершении церемонии школьников пригласили на экскурсию в Музей истории органов ЗАГС Московской области. В торжественном зале сегодня пять ребят получили паспорта. Это событие можно назвать первым шагом в осознанную жизнь. С одной стороны, ребята уже взрослые, с другой стороны, у них все еще впереди. Анна Рождественская, Константин Петров, Денис Рокин, телекомпания Лобня.